Здравствуйте, Григорий. Добрый день, Борис. Итак, Григорий Емельяненко, кандидат в мастера спорта, известный игрок Санкт-Петербурга. Продолжаем нашу рубрику «Жизнь бильярдиста». С чего началась твоя полупрофессиональная любительская карьера по русскому бильярду? Свои основные тренировки я начал примерно в 2011 году, хотя в сам бильярд я начал играть примерно с 18 лет, но когда я уже поиграл в любительских турнирах и понял, что мой уровень недостаточен, я решил более профессионально подойти к данному вопросу. Соответственно, я нанял тренера, который помог мне развиться. Но так получилось, что именно в тот момент за счет работы у меня не было возможности тренироваться. То есть я получил теоретическую базу, но не смог ее закрепить. И после того, как я поменял работу, у меня появилось время, а также появилась возможность тренироваться самостоятельно. И в тот момент я потратил примерно полгода жизни, когда, скажем, где-то порядка четырех раз в неделю я тренировался по пять-шесть часов в день. То есть на тот момент мне получается было 27, сейчас точно скажу, 28 лет. То есть в тот момент у меня, скажем, произошел самый большой рост бильярды. И также я продолжал еще порядка трех-четырех лет. Немножко поменьше по времени, но также тренироваться и повышать свое мастерство. Соответственно, я поставил цель выполнить норматив кандидата в мастера спорта и успешно добился этой цели. И также потом подтвердил несколько раз этот разряд. Это уже в каком возрасте? Получается, что разряд я выполнил в 2014 году. Это было еще мне 28 лет. То есть, скажем, бильярд, несмотря на то, что в детстве у меня был стол, который, может быть, кто помнит, с металлическими шариками и небольшими киями. И когда я был в школе, у папы на работе был бильярд. Раз в месяц мы там играли с моим одноклассником. То есть, скажем, с детства уже у меня была некая любовь к бильярду. А более серьезную... Ну, с 18-ти, скажем, я начал именно играть. То есть, у меня какой-то кий появился. Ну, это было... Ну, то есть, у меня даже был тренер. Недолго там, буквально, какие-то несколько занятий. А вот как-то более... То есть, я был... То есть, я как самоучка. Как большинство, я думаю, бильярдистов действующих. То есть, только сейчас появляется достаточно много школ, когда люди имеют возможность уже профессионально и максимально быстро обучиться, чтобы стать классными мастерами. Раньше этого практически ничего не было. И, соответственно, у кого какие были усилия, кто как смог, тот так и научился. Популярный самый, наверное, пожалуй, последнее время вопрос у наших зрителей – это коммерческие встречи, игра на интерес, максимальный куш. Вот, приходилось ли играть на какие-то большие деньги, выигрывать что-то или, наоборот, проигрывать? Изначально мне не очень нравились коммерческие игры. То есть, скажем, азарт мне, скорее, не свойственен. То есть, я никогда не стремился кого-то обыграть на деньги или выиграть. Но чем дольше я играл в бильярд, тем более понятнее становилось, что, скажем, это на данный момент неотъемлемая составляющая. Может быть, сейчас это, скажем, в меньшей степени, но до этого все равно это присутствует, поскольку именно денежный момент, он меняет игру, он усиливает давление на игроков, и это сильно влияет на то, как люди играют. То есть, возможно, это искусственный способ создать давление, которое создается в коммерческих турнирах, в спортивных турнирах, игра на деньги. И, скажем, мне пришлось к этому привыкнуть. А отвечая на вопрос по поводу самого крупного выигрыша и проигрыша, это не очень большие суммы. То есть, если это был колхоз по 500 рублей, однажды я выиграл 25 тысяч, это мой рекорд. А проигрыш не был большим, потому что я достаточно аккуратно всегда играл, и максимальный проигрыш – это порядка пяти тысяч. Какие-то коммерческие интересные турниры, ну и вообще обычные турниры, на которых вот звание подтвердило. Ты мог бы выделить, для зрителей рассказать? В коммерческих турнирах я участвовал только в нашем городе. То есть, это был вот еще Кубок в Лангоне раньше проводился, а сейчас в основном это идут любительские турниры в клубе Максиматик, где в среднем призовые фонды 50-100 тысяч. То есть, на данный момент я не выезжаю на какие-то крупные турниры, когда их не так много, то есть, я в основном участвую либо в любительских турнирах, либо в городских кубках. Какие-то вот клубы Санкт-Петербурга ты мог бы отдельно выделить для зрителей, которые тебе больше всего нравятся? Я посещаю клубы только в основном Максиматик и Автовская 35, то есть на Автовской я тренируюсь, а в Максиматик я езжу на турниры. Ну, бывает еще, это крайне редко, где-то, может быть, раз в полгода в год я приезжаю в клуб Т-35, а также, да, наверное, больше я бы не мог бы для себя какие-то клубы сейчас отметить, потому что, ну, как-то пока что не получается, у них ездили. То есть, действительно, количество клубов заметно уменьшилось, причем это произошло буквально за последние 3-5 лет. То есть вот когда начинались любительские турниры, это был некий бум, по крайней мере, любительского бильярда. Большое количество клубов, большое количество турниров, и все эти турниры были массовые, интересные, но, к сожалению, получилось так, что он прошел. В принципе, все, рано или поздно заканчивается. То ли остыл интерес игроков, то ли, как говорится, приелось. Это уже сложно сказать. Ну, может, еще все наверстаем? Сейчас закончится вся эта петрушка с пандемией, и все пойдет опять в рост, хочется надеяться. Хотелось бы, чтобы появлялось больше клубов, которые заинтересованы и в спортсменах, и, конечно, хотелось бы, чтобы они развивались и как бизнес, чтобы также могли зарабатывать. Но это может быть только с популяризацией бильярда, с тем, чтобы бильярд, несмотря на то, что это достаточно сложный вид спорта, появились именно люди, которым не только интересны футбол, хоккей, баскетбол, теннис, а такой, скажем, нишевый вид спорта, как бильярд. Я думаю, что у него есть хорошие шансы завоевать свое место в спортивном, и, так сказать, в мире, может быть, хобби, среди людей в нашей стране. Думаю, что со временем бильярду получится занять свое более высокое место, чем на каком месте он находится сейчас. Каких вот игроков современных из Санкт-Петербурга ты хотел бы непременно отметить, которые тебе симпатизируют, нравятся, как техника, ну и вообще, как люди? Ну, игроков очень много хороших в нашем городе, но, к сожалению, большая часть из них, они находятся на, то есть их уровень, это уровень нашего города. А игроков, которые достигли успеха именно на чемпионатах России, не разово, а многократно, либо на международных турнирах, их очень мало. Я бы, наверное, выделил Владимира Петушкова, но он в основном последние лет пять уже практически не участвует в этих турнирах, больше занимается тренерской деятельностью. А из действующих профессионалов это Никита Володин. Насколько я вижу, он максимально профессиональный, сейчас подходит и к тренировкам, и к участию в турнирах. И это видно по его результатам. Они стабильны, он прогрессирует, он занимается дополнительно с тренером, занимается физической формой. То есть он растет как спортсмен. Но у него есть такая возможность. К сожалению, возможно, таких игроков было бы больше, но в силу каких-то определенных причин они не могут себе это позволить. И также очень перспективные игроки из молодого поколения. Это Всеволод Аверьянов и Максим Зверев. Будем надеяться, что они покажут хороший результат и будут достигать успехов на международных турнирах. Будем надеяться. Сейчас вот актуальный вопрос по поводу бильярдного шара. То есть если там 10-20 лет назад 70 мм, потом сделали 68 мм, но стал шар тяжелее, сейчас 67 мм, и шар вроде как легче на 20 грамм. Как ты думаешь, для чего это делается и в связи с чем, и к чему это может привести? Это шаг вперед для развития русской бильярды? Или это какая-то стагнация или может быть поиски каких-то маркетинговых шагов, составляющих целая, может быть, какая-то отдельная бизнес-индустрия? В общем, вопрос такой обширный, и хотелось бы твое мнение услышать. К сожалению, я не играл с шарами, которые были диаметром 70 мм, то есть не могу с ними сравнить. А по поводу новых шаров, в принципе, они мне нравятся, то есть какого-то дискомфорта от игры ими я не испытываю. И, скорее всего, действительно за ними будущее, потому что больше винтов, проще задать винт, то есть легче забить шары. Это действительно все равно, если нужна какая-то массовость, все равно вынужденно мы идем к некому упрощению, и по факту это приносит большую зрелищность, то есть больше забитых шаров, больше серии, красивее удары, чуть проще, может быть, выполнить, потому что игра и так все-таки непростая, не так легко забить даже одного шара, и только истинные профессионалы в состоянии провести большую красивую серию. Я думаю, что ничего плохого в этом нет. Единственный момент финансовый, то есть переход для клубов, то есть если посчитать, конечно, общее количество шаров в стране и умножить на стоимость действующего, ну, нового комплекта шаров, это огромная сумма, то есть это стоимость перехода, и, естественно, она не может быть потрачена единовременно всеми, и, к сожалению, это приведет к какому-то разрыву между клубами, турнирами, игроками, то есть вот, допустим, последний чемпионат города, он прошел уже новыми шарами, то есть я приехал на турнир, и говорят, сегодня все, уже с этого года играем новыми шарами. К счастью, пять лет назад у меня была возможность на сборах потренироваться этими шарами, понять, как они себя ведут, и дисциплина была классическая пирамида, где только чужие шары считаются. За счет этого также было несложно к этому адаптироваться. Нет, это хорошо, на мой взгляд. Просто вопрос, насколько это затянется по времени, этот переход. И вот, опять же, то, что сказал, что не все сразу точно перейдут, и кто-то никогда, возможно, не перейдет. На каких турнирах было таких вот известных, там, типа, кубок Сайвиди, там, или мэра Москвы, ты хотел бы участвовать, или уже участвовал, или планируешь участвовать? Из крупных турниров я играл только на трех чемпионатах России, но особых результатов не добился. С удовольствием бы поучаствовал на кубке Сайвиди, поскольку это действительно самый крупный турнир. Победа на нем является на данный момент самой престижной. И также было бы интересно поучаствовать на турнире в Уссурийске. Достаточно тоже легендарный турнир, да, Кубок Империи. Но, опять же, это достаточно непростая поездка, долгий перелет, долгое путешествие. И, соответственно, если ты не приглашенный, ты сам себе спонсор. И уже... Как раз, какова цена стать профессиональным игроком? Чтобы стать профессиональным игроком, я думаю, если мы считаем, что у нас папа не тренер, у нас нет своего бильярдного стола, то есть нам нужно купить кей, нам нужен тренер, нам нужно игровое время, соответственно, это какие-то поездки, даже пускай изначально какие-то любительские турниры. Думаю, что минимальная сумма это 500 тысяч. Это от 500 тысяч до миллиона. Это, я думаю, стоимость... Ну, вот, на мой взгляд, как я примерно это оцениваю, из того пути, который я сам прошел, это сумма, которую игрок или спортсмен, его родители, может быть, он сам уже взрослый, сам себе спонсор, может себя обеспечить. Думаю, что примерно такую сумму он должен вложить, чтобы получить, скажем, даже не обязательно получить разряд, но достигнуть уровня игры в кандидаты мастера спорта. Стать КМСом в Санкт-Петербурге сложно? Скорее нет, потому что большинство игроков игнорируют чемпионаты города. Практически все, скажем, 90% игроков, они эти турниры игнорируют на протяжении более, не знаю, пяти, может быть, семи лет, если не больше. Ну, где-то пять лет, да, допустим. Из-за финансовой составляющей? Скажем, из-за ее отсутствия, да. И, опять же, допустим, даже, может быть, они были бы готовы участвовать, поскольку призовое место, первое, второе на чемпионате города, есть возможность поехать на чемпионат России. Но поскольку и на чемпионате России, по сути, практически отсутствует финансовая составляющая, большинство игроков на данный момент это не интересует. То есть, скажем, на данный момент спортивный бильярд, он в нашей стране все-таки больше как любительский вид спорта. То есть, игроки, они не получают финансирования никакого, да, если у них нету спонсоров, да, в основном это именно детский сейчас бильярд. То есть, бильярд с каждым годом владеет, и на таких турнирах вы не увидите, скорее всего, игроков старше 25-30 лет, потому что они не могут, ну, как бы это им неинтересно, им это ничего не дает. Скорее всего, они в молодости уже достигли какого-то там результата, а повторять это, что-то кому-то доказывать нет необходимости для них. Для тебя бильярд русский это ремесло, хобби, вид заработка, вид спорта, или все вместе, или по отдельности, как для себя, или это философия целая? Для меня это именно хобби, это хобби и ремесло, я бы так сказал, то есть, в плане того, что как некий вид искусства, вот можно так сказать еще. То есть, в бильярд я прихожу для того, чтобы отдохнуть, переключиться, и в какой-то степени себя реализовать, свои спортивные амбиции, мне именно это нравится. То есть, вот даже если я просто тренируюсь один, то есть, мне даже именно сам процесс, он нравится. Просто, опять же, за счет каких-то внешних факторов, время, которое я могу уделить, бильярд, оно ограничено. Возможно, если бы оно было неограничено, и это было как моя работа, я бы относился по-другому. Но поскольку оно все-таки, это время ограничено, я очень сильно его ценю, когда это время провожу, и действительно это помогает как-то отлечься от каких-то будничных, так сказать, дел, и именно расслабиться, поиграть как к игре. Но, опять же, с серьезным подходом. У тебя какие-то амбиции существуют на будущее, на следующие годы? Взять мастера спорта? Когда я выполнил разряд кандидата, я, естественно, задумался о том, чтобы стать мастером спорта. Но когда, скажем, опять же, я столкнулся с тем, сколько усилий нужно приложить для этого, то есть, скажем, разница в уровне игроков кандидата мастера спорта и мастера спорта, если это гандикап, я думаю, что, на мой взгляд, это примерно два шара разницы. Да? Это достаточно серьезный разрыв. То есть, чтобы вот перейти вот эти два этапа, надо еще потратить, допустим, я думаю, примерно два года регулярных тренировок по, опять же, где-то по 4-5 часов в день. Не работая или совмещая с работой? Ну, тут уже как получится. Ну, да. Если есть возможность не работать, это, наверное, будет быстрее, да? И, ну, опять же, не у каждого получится. То есть, помимо, ну, никто не гарантирует, что ты будешь стоять у стола и у тебя будет результат. То есть, это либо правильный тренировочный процесс, либо хороший тренер. Все вместе. Будь ты вот главным бильярдным функционером, ну, допустим, Федерация бильярдного спорта Санкт-Петербурга либо России, какие бы предпринял шаги для популяризации пропаганды русского бильярда? Чтобы вот было не как в последние годы, а вот действительно родители взяли за руки своих детей и повели отдавать, тренироваться, играть. Возможно, тут, видите, надо знать, чтобы какой бюджет, то есть, каким образом распределяется бюджет на соревнованиях. Может быть, есть возможность как-то уменьшить какие-то расходы, увеличить призовые для игроков, то есть, какая-то вот такого, может быть, плана, мотивация. Конечно, это необходимо создание какой-то профессиональной лиги и чаще должны быть созданы лиги на уровне города, поскольку все междугородние поездки, они, опять же, финансово накладные, то есть, лиги в основном должны быть внутригородские и только вот именно какие-то чемпионаты России они выявляют уже из самых сильнейших, да. Конечно, хотелось бы, может быть, чтобы это все на многом было более профессионально и нужны какие-то менеджеры, которые смогут бильярд русский поднять до уровня возможностей снукера, да. Хотя, опять же, сколько лет там прошло и сколько здесь и, по сути, там, допустим, на мой взгляд, это все равно достаточно нишевый продукт и он прижился только в небольшом количестве стран, несмотря на то, что там так же, как и в русском бильярде проводится чемпионат мира, но в основном мы видим несколько стран Азии и стран Великобритании, то есть мы не видим чемпионата Испании, чемпионата Швеции, чемпионата Бразилии по снукеру, то есть, но при этом смотрят во всех странах. Вот если бы бильярд, допустим, вот сейчас идет коммерческий турнир телевизионный, за вчера его на Ютубе посмотрели 25 тысяч человек, в принципе, наверное, это неплохой результат. Если мы посчитаем, что в нашей стране живет 145 миллионов, то это, конечно, смешно. Поэтому есть куда расти, и даже вот был бы миллион просмотров, да даже не миллион, может быть, сто, пятьсот тысяч, это уже можно считать каким-то успехом. Хотя есть видео уже по русскому бильярду, которые набрали, я видел более двух миллионов просмотров. Это знаменитая партия между Ярославовым Смирновым и Каннебеком Саганды. Последнее время что-то мусолили-мусолили, и вот она стрельнула почему-то. В рекомендованное попало, да, и мы тоже обсуждали, когда с Ярославом общались. Какая твоя самая длинная серия в свободную первую виду, Дневскую, Московскую? Интересно, вот как получалось скатать пирамиду, потом поставить, ну, может какие-то рекорды есть свои личные? Насколько я помню, вот в турнире у меня самый лучший результат в комбинированную пирамиду это 13 шаров, то есть это с самосъемом. С самосъемом. То есть я забиваю пять и следующая с разбой восемь шаров. Это в сумме 13. И насколько я помню, в американку был такой же пять и следующая восемь. Какие вот моменты в жизни всподвигли заниматься бильярдом 18 лет? До этого у тебя там был какой-то получается сонный промежуток, где-то желтыми шарами, железными шарами поиграл, где-то что-то видел, и тут вдруг с 18 лет в общем-то это возраст тоже люди заканчивают заниматься спортом, а у тебя только вот все пошло. Как так получилось? У меня получилось, что в детстве пять лет я занимался большим теннисом, и тоже со временем с приходом учебы и с некими какими-то внешними факторами я практически перестал в него играть, то есть сейчас очень редко в него играю, а именно в бильярд у меня серьезно увлекся одноклассник один и несколько приятелей стали так скажем просто в бильярд частенько ходить поиграть и я в общем-то с ним то с ними увлекся и скажем до сих пор остался в бильярд удивительно Григорий вот пирамида буфало кластер корона омка играл ли ты в эти игры что о них думаешь одно время мы тренировались пирамиду буфало это очень интересная дисциплина и очень грамотная игра то есть эта игра практически всегда выявляет сильнейшего это очень большой ее плюс а поскольку в ней присутствуют элементы свободных то есть ее основные отличия от свободной пирамиды это усложненный отыгрыш и пассивный разбой именно вот эти два элемента они свободную пирамиду американку усложняют до такого состояния чтобы было интересно и смотреть и играть то есть недостаток текущей американки это ее скажем как это сказать слишком велика вероятность удачи а в пирамиду баффала такого практически нет то есть у нас в стране по-моему не проводились турниры но когда эти турниры проводились на Украине я смотрел специальные результаты и вот восьмерки сильнейших я ни разу не видел чтобы была какая-то случайность чтобы попал случайный игрок я вот опять же мог бы провести аналогию с теннисом почему может быть часто и многим этот спорт нравится что если игрок сильный он не может проиграть слабому игроку и по сути такого такое должно происходить минимально редко этим игра и то есть ну она все равно цель игры выявить сильнейшего и не всегда пускай этот будет сильнейший на выносливость а в пирамиде баффало есть такие элементы и отыгрыш сложный это очень красиво смотрится и серийность то есть как только один из игроков ошибается другой может подбить и продолжить партию и соответственно еще такой момент я бы обязательно добавил это игра с продолжением то есть чтобы партия не обрывалась на восьми шарах а допустим велась по общей по общей сумме то есть допустим до сорока до пятидесяти шаров ну то есть может быть любая дистанция я думаю что это сейчас была бы самая эффектная дисциплина но к сожалению она не получила развитие она получила развитие в виде игры кластер за которые я допустим уже не так активно следил мне как бы там идеи которые внесли они не понравились то есть там было какое-то ограничение на количество забитых шаров и мне показалось это слишком каким-то немножко занудным если мы поговорим про другие дисциплины из вопроса ОМК и Корона и Корона в ОМКу я не играл правила видел смотрел несколько турниров честно говоря не заинтересовало практически та же самая американка единственная как бы какая-то игра начинается в конце интриг да интриг там единственный момент такой вот что именно вот смотришь тот кто играет он уже именно последний шар нужно забить именно биток ну не биток имеется ввиду желтый или красный профессионал он его уже либо сделает выход под свояка на него либо под чужого да там может быть какая-то ну то есть тут получается как две игры в одной то есть сначала играли в одну игру а потом стали играть в другую игру может быть для кого-то это интересно и имеет право на жизнь то есть так же допустим мне не очень нравится когда есть турниры проводятся в московскую пирамиду с правилом последней заказной то есть всю партию играли с дураками и всех все устраивало на последнем шаре все решили вдруг будем играть без дураков ну на мой взгляд глобость а по поводу короны очень интересная очень зрелищная игра сейчас набирает обороты развивается бильярдный глоб легенда вкладывает большие силы и средства в ее популяризацию в принципе нравится один раз играл понравилось и с удовольствием бы еще поиграл может быть только вот момент не очень то что сейчас в основном играют в нее не до 8 очков и часто то есть точнее всегда игра заканчивается когда на столе еще там 3-5 шаров может быть даже больше я думаю что лучше играть все-таки до 10 очков по пирамиде Баффало вопрос в чем если помнишь сложность от МГШ это обязательное условие два борта и перекат середины то есть в обычную американку это простой перекат середины профессионалы могут это совершать на протяжении полчаса без ошибок естественно это никто смотреть не будет да именно самим по сути это неинтересно а там практически каждый отырыш он сложный то есть любитель не забил но на слабом ударе шар не перекатился через центр это уже штраф получается нет там есть какое-то еще ограничение по-моему что если ну вот как с атакой то это ну не считается как фол то есть там этот момент продуман да 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 то есть там нет такого что ты именно переживаешь что не сможешь нормально атаковать это именно касаемо отыгрыша то есть скажем любитель очень часто будет ошибаться на отыгрыше а профессионал гораздо реже и это сразу же вот эту дистанцию она выявляет это это красиво это и на мой взгляд все-таки правильно странно что она не прошла самый главный был момент то есть вот я не помню где-то то ли какое-то было совещание то ли ну вот по поводу обсуждения игры и прямо после этого выкладывают интервью сильнейшие спортсмены в том числе Евгений Сталев говорит прекрасная игра отличные правила все давайте в нее играть у нее отличное будущее и вот как-то так чем занимаешься помимо бильярда у меня интернет-магазин парфюмерия я им занимаюсь уже 7 лет развиваю отправляю парфюмерию по всей России это моя основная работа ну я так понял что ты заготовил какой-то сертификат одному из зрителей этого видео который получит сертификат на парфюмерию Григория за правильный интересный ответ на лучший удар с комментарием этого удара почему этот удар самый интересный какие-то интересные моменты из жизни ну я думаю еще в конце видео мы повторим расскажем про условия этого маленького розыгрыша конкурса вот есть семья жена дети как они относятся к русскому глянду да момент очень интересный я женат у меня маленький сын ему год и семь и естественно для них это хобби оно немножко в тягость то есть им естественно хочется чтобы я все свободное время помимо работы проводил только с ними но поскольку хобби достаточно давно у меня и все равно как-то тоже и свое какое-то время на себя посвящать вынуждены мириться с этим то есть компромисс находите какой-то находим но это самое главное а иначе как еще да еще вопрос момент такой мы разобрали сколько стать профессиональным спортсменом а вот если уже сверхпрофессиональный мастер спорта международного класса сколько это может стоить в переводе на наши советские русские современные билеты банка россии я думаю что вот стать мастером спорта это все-таки примерный бюджет конечно он может отличаться но усредненный вариант это от 2 миллионов и сколько лет в среднем если человек активно по нынешним временам все равно наверное минимума от 3 до 5 лет это минимально ну то есть ну юноша который начал мы видим уже начали там 12-13-14 лет активно играть сейчас желательно даже по-моему 7-8 можно 7-9 может быть так и уже лет через 7-8 уже можно 14 лет можно быть мастером можно наверное в 12 то есть такие уже есть прецеденты то есть по-моему Иосиф Абрамов 12 лет уже обыгрывал полстраны можно так сказать кого еще можешь отметить из вообще если брать весь мир ну наш бывший Советский Союз я так понимаю лучших игроков мира так сказать на сегодняшний момент на сегодняшний момент в принципе самые сильнейшие игроки сейчас это известные топ-3 это Сергей Крыжановский Дмитрий Белозеров и Иосиф Абрамов большинство турниров процентов я думаю 70 выигрывают они самых значимых классные спортсмены отличная техника забивают все что можно умеют очень много ударов и я думаю что отчасти они именно вывели все-таки именно игру на новый уровень то есть если мы берем предыдущее поколение в основном это была украинская школа и такие игроки как Александр Поломарь Ярослав Тарновецкий они они были самыми наверное на тот момент яркими представителями атакующей техники то есть вот был именно момент перехода от скажем защитного стиля к атакующему то есть сейчас уже максимально максимально вся игра она в основном в атаке допустим опять же если вернуться к вчерашней трансляции за весь матч не было ни одного атырыша в американку до 6 побед то есть такой уровень забития шаров что практически уже и не нужен вот так хорошо кий которым играешь для тебя дорог в финансовом плане ну и в эмоциональном потрогать его подержать в руках прикоснуться в эмоциональном плане у меня нет такой привязки то есть палка и палка да в финансовом плане это дорогой инструмент я его покупал за 3000 долларов и сейчас он стоит если новый примерно такую же стоимость хороший профессиональный инструмент в принципе доволен не хотел бы менять может быть какие-то небольшие корректировки произвести по весу чуть-чуть уменьшить возможный вес и то на пробу так в остальном за 8 лет хуже не стал думаю что только лучше 8 лет 8 лет только наклейки причем у меня в отличие от большинства игроков не знаю может быть я играю мало или как-то аккуратно но у меня бывает так что полгода год может быть одна наклейка и в последний момент перешел на такие наклейки которые у меня можно сказать не портятся не теряют ни игровых свойств не меняют формы и полностью устраивают вот зрителям какие бы каких бы мастеров производители киева порекомендовал ну и в том числе наклеек ну наших отечественных разумеется желательно из Санкт-Петербурга ну в принципе по всей стране интересно про меня но мой киев это киев произведен Романом Якимовым он в городе Новочеркасск если не ошибаюсь проживает классный мастер очень много новых киев делает можно вот его коллекцию смотреть снимает профессиональные видео подходят ко всему очень взвешенно и я думаю что супер уровень то есть в плане вот если именно мы берем подход к делу профессионал экстра класса а по игровым качествам да я знаю есть отзывы что ну не все киев допустим его подходят и многие себе подбирают киев за гораздо более меньшие стоимости и полностью устраивает тут опять же дело вкуса число мастеров очень большое то есть в каждом городе порядка я думаю что уже человек 10 но с другой стороны это и небольшое то есть это все равно есть некие какие-то секреты производства и опять же это тоже талант и у меня есть здесь знакомый мастер Сергей Терещенков занимается киями более 20 лет то есть все ремонты установка наклейки доверяю только ему могу опять же привести такой пример что за 8 лет даже по-моему 1 то есть на 0,1 миллиметр может быть максимум у меня стал тоньше кий это хороший показатель конечно я может быть не так часто меняю наклейки но я знаю просто много кто некачественно устанавливает и потом люди вынуждены менять шафт потому что он грубо говоря поменяли 20 наклеек он стал тоньше на полсантиметра а это уже очень серьезно поэтому интересные моменты истории из бильярдной жизни которые запомнились подолго мог бы рассказать что когда я выполнил норматив кандидата в мастера спорта я попал в сборную Санкт-Петербурга и для игроков Санкт-Петербурга проводится скажем даже это ежеквартальные наверное сборы в Финляндии то есть они проводились до пандемии поездка порядка 10-12 человек в страну в гостинице есть бильярдная в городе это котка то есть гостиница находится порядка 10-15 километров от котки и там и там бильярдный стол для детей это вообще шикарная возможность тренироваться но и для нас это было тоже отличное времяпрепровождение и каждый раз возвращаясь с сборов чувствовался некий прогресс в игре то есть буквально это даже 4-5 дней но как-то может быть за счет того что именно полное погружение ничто не отвлекает по крайней мере в моем случае это всегда был рост я ездил где-то раз всем на сборы с новельствами поеду еще если буду пока что приостановлены в связи с пандемией вот если заглянуть в будущее сейчас 2021 год как ты представляешь себе развитие русского бильярда через 10 лет через 20 лет в 31-41 году я думаю будет действительно какое-то количество турниров фиксированных все-таки да то есть цель прийти к тому что мы имеем в теннисе профессионал да именно что есть турниры с историей вот сейчас кубок савиди империи да да они все набирают историю они закрепляются в своих датах то есть вот чем сильны допустим турниры в теннисе они все имеют историю имеют какую-то хронологию это очень престижно стать победителем и все регулируется специальной организацией отборочные то есть максимально профессиональный подход если такое мы представим в русском бильярде это возможно допустим есть кубок савиди и там прекрасная традиция каждый год увеличение призового фонда на миллион это шикарно да это конечно для игроков для профессионалов это лучшие условия но там есть недостаток допустим то что все всегда турнир приходит в бильярдном клубе то есть по сути это тот турнир который уже должен проходить на большой арене но это скажем некая особенность с которой естественно игроки мерятся да а так конечно чем больше будет таких турниров вот с историей вот к сожалению был в Санкт-Петербурге кубок Лангони он пропал то есть он затухал видимо что-то с финансированием опять же была история и по сути это был турнир совмещенный с чемпионатом России Белые ночи серия так и называлась и действительно приезжало большое количество игроков в наш город а с уходом этих турниров никто не приезжает в Санкт-Петербург но это на самом деле удивительно если вот мы сравним Санкт-Петербург и Москву то есть все скажем игры все большая часть турниров все проходят в Москве то есть на данный момент если ты игрок ты профессионал и ты хочешь развиваться то скорее всего тебе нужно жить в Москве то есть и может быть в плане поездок это проще но в плане если ты тренируешь ты хочешь с кем-то спринговаться ну чтобы это была именно конкуренция то тебе нужно жить в Москве то есть если ты хочешь стать именно профессионалом полностью посвятить да нет конечно ты можешь сам повысить свой уровень и только ездить но все равно практически 100% тебе надо быть в каком-то крупном городе а вот к сожалению допустим в нашем городе такой конкуренции нету скажем никто ни с кем не играет и некая стагнация хотя сейчас опять как-то вот ребята пытаются что-то поменять но пока что еще нет ну может получится и возродится конечно рано или поздно все поменяется к тому же растет молодежь хотя может быть сейчас и не видно каких-то перспективных игроков помимо скажем тех кого я назвал но за счет того что уже появилось несколько школ то есть вот допустим пять лет назад таких школ не было а сейчас уже порядка трех-пяти школ есть и это уже серьезный прорыв именно таких скажем детских серьезных и может быть можно отметить еще работу федерации в этом плане что начали устанавливать бильярдные столы в школах да и уже если я не ошибаюсь недавно заходил на сайт порядка десяти-пятнадцати школ в которых присутствуют бильярдные столы может быть это не всегда русские а чаще скорее пол но опять же то есть скажем для того чтобы появлялось больше детей в бильярде это нужно чтобы они естественно где-то играли если они только где-то знают что даже если только идут турниры но им самим играть негде это ничего не дает то есть вот в футболе допустим есть в школе футбольное поле баскетбольная площадка точно так же может быть там и бильярдный стол и конечно будут те кто будут скажем на физкультуре ходить в бильярд но опять же появятся и те кто пойдет в школу специально уже чтобы более усиленно подготовиться и стать профессионалом вот эта идея бильярд в школу мне кажется здравой мысль да честно говоря эта идея не новая я помню даже 10 лет назад была школа в одном районе где уже был бильярдный стол и скажем за счет этого я познакомился с двумя девушками которые уже говорили до нас говорит бильярд в школе стоит я такой вау здорово здорово ну будем надеяться на лучшее традиционно предлагаю сыграть партейку я разбивал пирамиду свободная пирамида но мы можем какие-то удары рассмотрим что будет интересно для зрителей в упрощенной схеме я разбивал как можно сильнее шары раскатываются и дальше с комментариями продолжаем ну и что предложена тобой игра можем тоже протестировать с удовольствием ну традиционно в конце интервью у нас добрая такая традиция уже сделать партию в американку я пытаюсь разбить со всей своей пролетарской ненавистью ну и каждый удар следующий комментируем для зрителей хорошей игры взаимно я пытаюсь уже который раз желтого шара на центр по старинке затянуть перетянул в прошлый раз я видел практически получилось почти что да когда-то падали такие шары сейчас не хватает навыков мастерства постараюсь забить слояк в отскок с почином признательно чужой шар выход постараюсь сделать на середину чужой шар зачет ну и выход на середину почти что выход по сути на середину получился да посложнее но прекрасно опять же удар был так же с выходом чужой шар в угол попытка опять же вывести шары на середину так пришла и к нам очередь вот не знаю слояк на центр но мне кажется он сложный попробую конечно его сыграть отлично удар с автовыходом надеюсь может быть есть абриколь ну вот только и абриколь тут есть мне кажется да абриколь вроде должен заходить должен только чем бы его отличный выбор благодарю так может еще какой-нибудь автовыход здесь ничего своя чужой в угол с переводом шара на противоположную половину прекрасно да Чужой в угол, выход постараюсь сделать на середину. Мы с тещами не любим играть, вроде стоит шар, но мне отсюда бить неудобно совершенно. Резать его тоже неудобно, приходится вот тянуть издалека, ну попробуем. Не получилось. Свояк через весь стол. Чужой на центр. Чужой в угол, дам правый нижний винт, увеличивает вероятность забития шара. Один из любимых ударов. Случайный шар. Хороший удар зря не пропадает. Непростая атака, попробую забить штаны. Ну там вроде как близко было с первого передвижения. Там не заметил, где хорошее. Так, вариантов не много. Попробую срезать чужого в угол. Балу похоже. Попробую повторить предыдущего удара и сыграть штаны. М-м-м. Чужой в угол. Свой на центр. М-м. 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 Свой в отскок, очень тонкое попадание нужно, винт Попробую дать левый, нижний Что-то не хватило, чуть-чуть, может, винт другой Не хватило расслабленности руки Как хорошо стоят, если бы еще умеете их забивать Свой на центр Свой через весь стол Ну, как на меня смотрят Попробую, чужих на центр Ой, двоечник я, ну что делать Чужой выход в угол Семь шаров Можно заканчивать Отлично, партия Ну что, жмем друг другу руки И остановимся еще на одном моменте Григорий, здесь твое слово Интересная игра Для тех, кто хочет научиться играть Серьезно в бильярд Предлагаю показать небольшую модель обучения Как тренер может научить Своего подопечного игре Мы играем в обычную свободную пирамиду И делаем удары по очереди Но каждый удар я тебе подсказываю То есть, какой лучший винт Какой лучше выбрать шар И таким способом ты можешь быстрее учиться Самой игре, помимо техники Скажем, это упражнение на тактику Бильярдной игры Давай попробуем Договорились То есть, твоя задача в каждой ситуации Выбирать самый оптимальный вариант удара То есть, чаще всего выбор есть только один Бывают, конечно, разные ситуации Но в данной ситуации я бы предложил тебе Попробовать сыграть с Вейка От желтого шара Просто скатываешь, можешь в полшара С правым винтом вверх Несильный удар Постараюсь забить с подбоем пирамиды Отличный удар Оценим позицию Постараюсь забить желтый шар И если ударишь чуть выше центра Возможно, белый шар также подкатится Удар плавный, спокойный Видишь, а ты срываешь удар Да, да, да Мне еще мешает чуть-чуть кофточка Забиваю чужой И на оттяжке подбиваю остатки пирамиды Теперь моя, да, в очереди? Да, если удобно, вот есть подкат А не совсем, у меня тут все висит Неудобно А, ну вот желтого могу задеть Попробуй заправь эту кухню Ну ладно, я сейчас ее вот так прыжу Да, да, да Так, значит, забиваю на середину Просто, да Мягким ударом, плавным Отлично Дам правого винта, чтобы оставить шар Тебе на выбор Если удобно, можешь забить прямого Либо есть проще, надежный вариант свой Ну, это по ощущениям Ну, солька тогда попробую Чуть-чуть силы не хватило Попробовал, да По сути, это тренировка и парной игры И, опять же, если в плане тактики А парная игра через раз должен, да? То есть, один из игроков не может делать серию Бывают и такие турниры, но они достаточно редкие А, ну, то есть, это уже нюансы Ну, а основная суть парной игры именно через удары Чтобы все было справедливо Угу, логично Чужой с переводом на угол На накатер В принципе, есть свояк Чужой его на центр, может? Есть чужой в центр Угу Попробовал чужого на центр? Вдруг получится? Хотя, вот, более простого для этого не забил Ну, и этого тоже Ладно, мне надо вообще в лузу ставить Тогда, может, что-то забью Свой в лузу Угу Либо можешь скатить по борту С левой руки Либо А если это на тихом ударе просто? Да, но Тебе здесь нужно ударить максимально тихо Иначе у тебя шар отойдет Угу Так что попробуй А может тогда вот этим? Этим будет еще тяжелее Для тебя Ну, значит, максимально тихо Бью и оставляю в лузе Чуть-чуть до нижнего винта Угу Отличный удар Угу Попробую показать перевод С такого удара В центре стола Угу Отличный перевод Я так понял, где Свояк стоит Да Отличный свой Свояк на центр Угу Постараюсь подбить группу шаров Угу Возможно, только этот Удастся То есть в такой игре ты становишься сильнее Если бы мы просто с тобой вот так вот играли бы в паре То ты бы, ну, прямо вот в игре чувствовал, что ты прямо добавляешь По крайней мере в тактике Да, оно бы прямо сейчас чувствуется Свояк на центр Получится, правильно Суть в том, что это как энергия Оно передается То есть вот Энергия Да Двойная такая То есть когда вот мы с тобой играем Вот так вот Оно тебе передается То есть в любом случае Ну, за счет объяснений и все То есть вот это работа тренера Я думаю, можем на этой прекрасной ноте завершить И сделать розыгрыш От Григория Как дополнительно помимо бильярда Занимающегося еще и трудом Который предоставит сертификат своего магазина На покупку парфюмерии Любому зрителю Который в комментариях под этим видео Напишет о своем самом любимом ударе С описанием этого удара Может быть с интересным каким-то моментом Из жизни Да, допустим Этот удар принес Какой-то большой Куш Или Большую победу Или поп Просто чем-то интересным запомнился То есть или просто какой-то юморной Интересный рассказ Про интересный удар Там шар вылетел И куда-нибудь в интересное место попал То есть Любой комментарий На тему удара в русском бильярде С описанием И интересным И когда это видео наберет Как мы договорились Сколько Когда это видео наберет 1000 лайков Мы вручим Победителю конкурса нашего Сертификат от интернет-магазина Жан Батист На сумму 3000 рублей Соответственно будем рады Встретить его в нашем магазине И доставим товар по всей России Хотелось бы пожелать всем любителям бильярда Спортивных успехов Профессионалам Побольше заработка Детям совершенствовать свое мастерство И развиваться Отличное хобби Культурное времяпрепровождение Прекрасный спорт Думаю, что будет только развиваться Усиливаться И займет Свою достойную нишу На поприщах нашей страны Спасибо Спасибо вам Спасибо 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 Спасибо